Суд состоится 19 ноября 2019 года в 14.00 по адресу город Сургут, улица Правсоюзов 37, кабинет 437. Призываю всех распространить информацию и поддержать своим присутствием по возможности. Я рассчитываю на журналистов, которые помогут обеспечить освещение данного судебного заседания и обеспечат объективное рассмотрение дела. За последний год нами было направлено более 800 обращений, заявлений, жалоб и так далее. Всего более 8000 страниц. Примерно вот так это выглядит в Следственном комитете. 9 томов обращений находится только в Следственном комитете. В прокуратуре, по моим подсчетам, в 5 раз больше, то есть примерно 50 томов. Напомню, ни одного уголовного дела не возбуждено, никто не наказан. Причиной тому полное бездействие и нарушение законов Российской Федерации, приказов генерального прокурора, прокурорам города Сургут и прокурорам ХМАУ. Всем привет! Сегодня поговорим об иске, который был принят Сургутским городским судом на прокурора города Сургут Балин Леонид Алексеевич. Соответчик прокурор ХМАУ Батвинкин Евгений Борисович. Суд состоится 19 ноября 2019 года в 14.00 по адресу город Сургут, улица Профсоюзов 37, кабинет 437. 5 ноября я забрал определение в Сургутском городском суде, подписанное судью Шерстобитовым. В чем заключается суть иска? За последний год нами было направлено более 800 обращений, заявлений, жалоб и так далее во всевозможные инстанции, в том числе в прокуратуре города Сургута, прокуратура ХМАУ и в Генеральную прокуратуру. Всего более 8000 страниц. Примерно вот так это выглядит в Следственном комитете, то есть вот эти верхние три тома это только мои обращения и 6 нижних томов это обращения от других людей в моих интересах. 9 томов обращения находится только в Следственном комитете, в прокуратуре по моим подсчетам в 5 раз больше, то есть примерно 50 томов. Напомню, ни одного уголовного дела не возбуждено, никто не наказан. Причиной тому полное бездействие и нарушение законов Российской Федерации, приказов Генерального прокурора, прокурором города Сургут и прокурором ХМАУ. Вот такой ответ 14 октября 2019 года, примерно месяц назад, я получил на свой почтовый ящик. От прокурора города Сургут Балин Леонид Алексеевич. Перестал писать уважаемый Антон Николаевич, ну это на его совести. Суть в чем? Вот он пишет. Ваши 6 обращений, поступивших в прокуратуру города, таких-то чисел, обращений 6, а чисел 5. В том числе из прокуратуры ХМАУ о неправомерных действиях сотрудников ОМВД России по городу Сургут и по другим вопросам рассмотрены. Что делает прокурор? На 6 обращений отвечает одной отпиской и не приводит никаких мотивов. То есть нарушает действующее законодательство Российской Федерации. Главный смысл – нарушение требований закона не допущено. Доводов, требующих дополнительной проверки, не имеется. Ну и вы вправе обжаловать его вышестоящему прокурору либо в суд. Многократно обжаловали вышестоящему прокурору, те же отписки следует. Вот решили обратиться в суд. Что я сделал? Я поднял всю переписку, которую я направлял, все свои обращения, которые я направлял за период с 13 сентября по 9 октября. Вот так эта переписка выглядит. То есть вот это номер обращения порядковый за этот период. Это номер регистрации в Генеральной прокуратуре, всегда отправляя по трем уровням. Это тема обращения. Это тип обращения. То есть за этот период было отправлено 13 обращений. Из них 2 обращения в порядке УПК-141 и 11 обращений в порядке УПК-124. Жалобы. Это количество страниц самого обращения. Это количество страниц приложений. Всего 474 страницы. Среди них обращения в порядке 141 УПК по действиям Шерстобитова. Вынесение заведомо неправосудного решения. Это статья Уголовного кодекса 305. И по начальнику полиции города Сургут Кондрашов, в связи с тем, что он превысил должностные полномочия и сделал приписку к закону. Это уголовная статья 286 превышения должностных полномочий. Всего 13 обращений и все они должны были рассматриваться в порядке УПК. А там строгие сроки. В течение трех дней должны принять решение. Если это невозможно, то прислать мне постановление об отказе о продлении сроков. Но они этого никогда не делают. Ни одного постановления о продлении сроков я не получал. Ни на почтовый ящик физически в виде письма бумажного. Ни на электронный ящик. Дальше они могут продлить до 10 суток. И в крайнем случае продлевают до 30 суток. Вот так примерно выглядит порядок работы. Если жалобы в порядке УПК 124, через трое суток они должны вынести постановление либо об удовлетворении жалобы, либо об отказе в удовлетворении жалобы. Если они это не могут сделать, они продлевают на 10 суток и обязаны выслать уведомления. В исключительных случаях продлевается рассмотрение до 30 суток. И опять же должны уведомления отправить. Сообщение о совершенных преступлениях в порядке УПК 141. То же самое происходит и в конце они должны вынести постановление либо об возбуждении уголовного дела, либо об отказе в возбуждении уголовного дела. Все эти постановления можно обжаловать. Ни уведомлений, ни постановлений я не получал. Как минимум 13 постановлений и 39 уведомлений о продлении сроков я не получал. Ни в каком виде. Что делает прокурор Балин? Вместо того, чтобы все это рассмотреть в порядке УПК, все эти обращения 13, и выслать уведомления и постановления. Он все эти обращения, все 13, выбирает из них половину, меньше половины. Из 13 выбирает 6 обращений и рассматривает их в порядке ФЗ 59. Но даже закон 59 ФЗ он нарушает. Прокурор города Сругут Балин уклоняется от выполнения данных требований приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации номер 45. А также 114 приказ, 70 приказ, 78. Из данного списка следует, что ни одного обращения в порядке ФЗ 59 за данный период заявитель не направлял в прокуратуру города Сургут. Прокурор города Сургут Балин ЛА обязан был рассмотреть все 13 обращений строго в порядке УПК РФ. Вместо этого Балин отвечает сразу на 6 обращений одной безмотивированной отпиской, не опровергая ни одного довода заявителя. Согласно часть 1 статьи 124 УПК РФ, прокурор рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель. Извещений не было. Ни одного уведомления о продлении сроков рассмотрения по обращениям номер 1-11 в порядке статьи 124 УПК РФ заявителю не направлялось. Данный факт подтверждается скриншотами электронной почты заявителя. Приложение номер 4. Это мы читаем сам иск. Согласно части 2 статьи 124 УПК, по результатам рассмотрения жалобы руководитель средственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Ни одного постановления о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении по обращениям 1-11 в порядке статьи 124 УПК РФ заявителю не направлялось. Данный факт подтверждается скриншотами почты заявителя. Приложение номер 4. Ну и то же самое для УПК 141. При этом Балин в своей отписке указывает, что нарушение требований закона не допущено, тем самым прокурор города Сургут грубо и систематически нарушает действующее законодательство и приказы генерального прокурора, тем самым прикрывает и скрывает многочисленные преступления и по сути является соучастником данных преступлений. Из вышеописанного следует, что прокурор города Сургут по систематически и всячески уклоняется от исполнения своих правоохранительных и надзорных функций и прикрывает в кавычках крышу и преступные действия сотрудников ОМВД по городу Сургут, в том числе начальника полиции по городу Сургут Кондрашова РС в предложении номер 5 и других лиц, в связи с чем в действиях прокурора города Сургут присутствует коррупционная составляющая. Более того, прокурор города Сургут Балин Л.А. угрожает прекратить какую-либо переписку с заявителем, полномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу, тоже есть переписка эта. Из чего следует вывод, что прокурор города Сургут Балин Л.А. намерен и дальше нарушать законодательство РФ и не нести за это ответственность, уклоняясь от привлечения к ответственности и прикрывая преступные деятельности в ОМВД России по городу Сургут. То есть они все преступления переводят в простые обращения согласно закону 59 ФЗ, но даже здесь они закон 59 ФЗ нарушают. То есть смотрим первую дату, обращение первое было 13.09, ответ они присылают 14.10, то есть рассматривали более 30 дней. Открываем консультант ФЗ-59. Письменное обращение поступившее рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. Зарегистрировали 13-го, ответили через 31 день. Даже ФЗ-59 он нарушает. Еще раз смотрим. 13 обращений, 474 страницы. Примерно это выглядит как вот эти два тома. Вот на такие две пачки он отвечает вот такой одной бумажкой. Естественно мы все это обжаловали, но никакой реакции не наблюдается со стороны Балина. В связи с отсутствием адекватного ответа на свои обращения административный истец вынужден обратиться к судебной защите. Что я требую. Признать незаконными действия прокурора города Сургут Балина Леонида Алексеевича по факту дачи ответа сразу на 6 обращений заявителя формальной отпиской. Признать незаконными действия прокурора по факту дачи ответа в виде формальной отписки с угрозой прекращения переписки. Признать незаконными действия прокурора по факту нарушения федерального закона, приказа Генеральной прокуратуры и нормы УПК РФ при рассмотрении 13 обращений заявителя, поданных строго в порядке ст. 124 УПК РФ и ст. 141 УПК РФ за период с 31.08.00 по 9.10.2019 года. Признать незаконными действиями прокурора города Сургут по факту дачи ответа в виде формальных отписок на обращение заявителя. Далее по списку. Внести частное определение в порядке ст. 200 КАС РФ Генеральному прокурору РФ о нарушении законностей и незнании действующего законодательства со стороны сотрудников прокуратуры города Сургут при работе с обращениями в порядке УПК РФ. То же самое по адрес прокурора ХМАО Югры. Как найти информацию в судебном заседании? Заходим на сайт Сургутского городского суда, выбираем судебное дело производства. Выбираем дату 1 октября, участник булгаков искать. Вот оно это дело. Ответчик прокуратуры города Сургут, соответчик прокуратуры ХМАО Югры. Смотрим движение дела. Административное исковое заявление принято к производству. 31 октября. 2 ноября я сделал такой пост, что 19 ноября в 14.00 состоится открытое. Прийти в качестве слушателя может любой судебное заседание. Будет очень интересно, все будет фиксироваться на аудио и видео, и будет прямой эфир. В данный момент готовится множество выхода из требований. Уже некоторые из них направлены в Сургутский городской суд. А также готовится уведомление всех СМИ, регионы и страны. Тоже отправлены во все СМИ. По иронии судьбы, иск направили должностному лицу в черной мантии Шерстобитов Олег Викторович, который 28 октября 2019 года закрылся в своем кабинете на ключ со словами «Для вас я занят надолго и навсегда». Видео об этом здесь. Именно Шерстобитов вынес два заведомо неправосудных и незаконных постановления, по которым дважды проникали в мою квартиру, уничтожали дверь, похитили вещи и причинили ущерб на сумму более чем 1 миллион рублей не только мне, но и моим знакомым. Мне одевали пакет на голову, пытали, били электрошокером, били моего отца и похитили вещи моих знакомых, которые до сих пор не вернули. Коротко об этом видео тут. Так, это сам иск с отметкой о принятии 28 октября. Это судья Шерстобитов. Это видео о том, как он закрывается в кабинете. В этом видео коротко о том, что произошло за последние полтора года и вообще чем мы занимаемся и кто мы такие. Призываю всех распространить информацию и поддержать своим присутствием по возможности. Я рассчитываю на журналистов, которые помогут обеспечить освещение данного судебного заседания и обеспечат объективное рассмотрение дела. Напомню, 5 ноября 2019 года я пришел в Следственный комитет, чтобы ознакомиться с материалами проверки. Еще 3 тома вдобавок вот к этим 9 томам. Мне запретили любую фотосъемку, снимать копии с материалов проверки. И когда я начал читать, ознакомиться с материалами проверки, на меня вызвали 3 наряда полиции, это 6 полицейских. И вместе с ними приехало 2 журналиста с Ругутинформ.ТВ. Меня доставили в отдел полиции номер 1. Я написал объяснение, что я ничего не нарушал. И в ответку написал заявление в порядке УПК-141 о совершенном преступлении в отношении Ермолаева по статьям 286 УК и статье 306 УК. А также жалобу в порядке УПК-124 о том, что мне запрещают знакомиться с материалами проверки. На следующий день, когда мы пошли снова знакомиться с материалами проверки, следователи Осмолов и Евдокимов отказали нам в ознакомлении с данными материалами проверки. И оказалось, что все 3 тома материалов проверки снова запущены в производство. Следователь Осмолов снова вызвал на нас наряда полиции. На следователя Осмолова тоже были написаны 3 заявления. Ни в какую не хотят ознакомить с материалами проверки. Нарушают все законы. Видео об этом здесь. Уже более года я не могу ознакомиться с материалами проверки. Вся информация будет размещаться на странице Сургутнадзор ВКонтакте. Призываю всех распространить информацию и поддержать своим присутствием по возможности. Я рассчитываю на журналистов, которые помогут обеспечить освещение данного судебного заседания и обеспечат объективное рассмотрение дела. Субтитры сделал DimaTorzok